Друзья, всем привет. Сегодня у нас раннее утро, 24 марта. Сегодня мы будем выставляться. Хотели сделать это чуть-чуть попозже, через пару недель, но, к сожалению, у нас не получится так сделать. Вот у нас достаточно полный в этом году зимовник. Температура уже держится в районе 4 градусов и не шибко хочет опускаться, даже ночью, когда минус 9. На следующей неделе у нас уже будет подниматься температура до 6. Ночью будет тоже плюсовая, поэтому мы решили не рисковать вынести пчелы сейчас. Надеюсь, что у них получится облететься. Погода теплая, солнечная. Вчера наши коллеги выносили, у них облет был частичный. Ну, кому сильно надо, то получается облететься. Кому не надо, будут дальше сидеть, дожидаться теплой погоды. Снега в этом году очень много. Счистит дачок, получается, с Димой. Надеялся, что подтает снег вокруг, но он, в принципе, ни чуточку не растаял. Слой примерно сантиметров 80, если не больше. Вот, я думаю, за эту неделю он подсядет. Вот, потом как раз будет солнышко, и они уже сможут нормально полетать. Зимовка в этом году прошла успешно. Все семи живы. Отводки тоже в порядке. Единственное, что мы составляли семьи друг на друга, и не было возможности достаточно хорошо осматривать нижние семи. Но мы стараемся, в общем-то, более сильно не лазить в зиме. Вообще в зимовник стараемся не заходить. По поводу контроллера, который я делал, он отработал на 4 с минусом, скажем так. То, что ты можешь удаленно контролировать температуру, влажность, и при необходимости включать и отключать приборы, это, конечно, очень здорово. Но если пропадает интернет, то у тебя может возникнуть очень неприятная ситуация. Например, как у нас было несколько раз в этом году. Допустим, интернет пропадал, оставался включенным обогреватель, нагревал зимовник до плюс 8 градусов. И если в середине зимы это было не очень критично, то если там денек постоит, семья пока я там замечу. То вот весной была такая же ситуация, это уже как бы напрягло. Поэтому пришлось экстренно отключать вручную обогреватель, остужать зимовник. Благо, что 4 часа такая температура продержалась, вовремя заметил. Поэтому конструкцию я буду переделывать, скорее всего, на своих платах, чтобы он, помимо того, что давал возможность удаленного контроля, и был интернет независим, скажем так. Вот, что получится, покажу ближе к зиме. Надеюсь, у меня хватит свободного времени, чтобы закончить этот проект. В этом году мы выставляться будем не там, где обычно. Тут участок у нас купили, ребята там строят дом. Чтобы им не мешать, мы переехали в другую сторону, скажем так, от нашего дома. Я расставил поддоны. Получается, мы в прошлом году перешли на доне. До этого использовали поддоны. То, что погрузчик нам пока не светит. А таскать руками такие поддоны, тем более с медовыми корпусами, достаточно тяжело. Тяжело и неудобно, и ни к чему, на самом деле. Поэтому в этом году нам поддоны служат просто как подставки. Тачок в этом году разгребали снегоуборщиком. Лопатой я бы, наверное, заколебался. Такой объем снега перекидать. Ну, хотя, в принципе, кидал, конечно. Но тут бы по бокам были сугробы. Вот. Снегоуборщикам, конечно, гораздо-гораздо удобней. Единственное, что толстый слой снега не всегда позволял это комфортно делать. Плюс у нас зима была достаточно разнообразна в плане погоды. И в начале декабря шли дожди. Даже так вот была плюсовая температура с резким переходом в минус 35. Нижняя часть снега, она, ну, буквально в ледовую корку превратилась. Вот. Поэтому, ну, приходилось пробиваться. Я лопатой ломал снег, Димас его выкидывал. Вот. Мужиков были случаи, когда замерзали ледки из-за такой погоды. Ну, то есть, зимовали на улице. И получается, что вот это вот снегом закидывало, потом заливало дождем. Запечатывало ледки, получается. И все. А вот у них не перезимовали. Сейчас пойду подготовлю семи. Ледки буду затыкать поролоном. В прошлом году нам достаточно понравилось. Такой способ. Закрывать ледки. Вот. И будем выносить потихоньку. Сейчас пока дожидаюсь с Димаса, наверное, вынесу от водки. Они полегче будут. И носить их в одного удобнее. Ну, а потом с Димой вынесем основные семьи. Так, ну все. С выставкой мы закончили. Чего по итогам зимовки на данный момент? Отошла у нас, получается, одна семья. Ну, от водочек. Он изначально был небольшой. Вот. Там пчелы было мало. Можно было его не заносить, на самом деле. Видать, проглядели. Пчела просто опускалась вниз. И плохо было видно. Вот в водках на момент заноса. Сколько ее там. Ну, по весу он вроде был нормальный. Вот. Одна семейка отошла по основным всеми. Все в порядке. Ну, не идеально, конечно. То есть, во-первых, мы вовремя подсуетились. Вынесли мало кормов. У некоторых семей осталось. Две семьи опоносились. Мы их сразу там в зимовнике сократили. Вот. Чего по планам? По планам, в первую очередь, раздать корма. Я думаю, мы их в пакетиках положим. Сверху дадим по полкилограммчик. Да. Вот. И первая теплая погода. Будем пробегать, сокращать семьи. И делать. Ну, ревизию, наверное, делать будем уже совсем по теплу. Ну, так обледятся и погода заст. Да, потому что сейчас погода будет, ну, такая теплая. Там плюс 6, плюс 7. Пасмурно, обещают. Но пасмурно. Сегодня ветра вообще нету. И солнце, он, яркое. Думаю, плюс 4 должно быть, то есть 5. Да, погода отличная. На солнце-то вообще нормально. Вот. Единственное, конечно, что гробы маленько напрягают. Потому что... Ну, вон, уже видно. Видите, вот пчела вылетала, когда открывали летки. Вот она лежит уже, видненькая. Ну, оставаться в зимовнике еще на 2 недели. Я думаю, они бы это... Ну, не пережили, да, Дим? Кормов бы не хватило. Уже надо было прям, да. Вот. Слабые семьи мы будем пересаживать, скорее всего, в шестерамочники. Как в прошлом году делали, вытягивать их. Слабых семей, как в прошлом году, и нету. Там, может, одна-две, да, Дима, на это... На 2-3 рамки сидят, остальные достаточно неплохие. Ну, это, опять же, на первый взгляд. Мы смотрели сверху. Вот. Не видно, что снизу. Да, и не видно, что снизу. Сверху-то ее может быть ого-го сколько, а снизу там пусто. Надо, чтобы была плотная обсидка. Вот. Подмора много, да, Дима, по полу, если смотреть. Нормально. По-моему, нормально. Но... Приемлемо. Да, приемлемо, не сказать, что прям критично. Много мышей нашли, причем мышей вот буквально свежих. Это они, я не знаю, может, сейчас полезли туда, в зимовник. Потому что, ну, раскладывали корма, всю зиму они стояли, а вот сейчас вот... Корма все пожраны и много это на мертвых мышек. Что хорошо, в уле гнезд нету. Одно гнездо было под крышкой, у нас крышки поперек лежали. Ну, там выводок. Мусики загнездилось и там все мыши новые были. Да. Так что такие дела. Сезон 2024, можно сказать, открыт. Постараемся в этом году не косячить с видосами, снимать и выкладывать. Рассказывать, как у нас идут дела. И прицеп. Там приедет прицеп. Да, это самое большое приобретение у нас в этом году. Сейчас приедет в конце, наверное, этого месяца, либо в середине апреля. Будем его дооборудовать. Ну и, наверное, посмотрим. Тут стройки начинаются в этом году активные в нашем поселке. Может, закидаемся на прицеп и утащим куда-нибудь. Да. Вот. Что по качевкам, Димас, в этом году думаешь? По качевкам? Как получится. Предположительно, доник. Доник, греча. Подсомок, может быть, но не факт. Подсомок, да. Лучший доник. Разнотравие. Если повезет, хорошая разнотравие. Да, в прошлом году у нас, получается, была, ну, можно сказать, одна качка. Одна, но большая. Да, в плане сортности меда у нас было это суперразнотравие за весь сезон. Вот. Сперва мы выезжали на эспарцет, потом переехали на доник, вот, на донике, к сожалению, как бы он вымерз, мало было. Нет, погоды не было, там взяток недель, любим, максимум, простоял, и кто такой слабый. Ну, большая концентрация семей опять все-таки. Вот. Потом переехали на гречку с подсолнухом. В общем, везде по чуть-чуть, по чуть-чуть пособирали. Мед в итоге получился очень вкусный. В итоге сейчас люди спрашивают, а уже и нету. Пчелам то, что мы оставляли, там, в районе 100 килограмм, наверное, но это вот мы сейчас пчелам и с кормим, да. Считай, на раз им раздашь, вот у тебя треть уже ушла. А мы как раз рассчитывали на три подкормки. Вот. Будем делать белковую подкормку, только не как в прошлом году, а с пиргой. Пирга, наверное, через мясорубку, ручная, у всех есть, ручной, наверное, перетереть с медом и... Лепешки по прошлому году они не очень едят. Ну, возможно, там с репцитурой надо, конечно, маленечко поиграться. Но пирга в любом случае, она у нас стоит, она... Мы первый раз ее делали в этом году, она у нас получилась влажная, то есть мы ее не подсушивали. Ну, и в итоге решили, что... Мы ее сильно не рекламируем, как бы... Пока. Ну, да. Так, что пускай пчелки кушает. Вот. Ну... Солнце греет, позже. Солнце греет, сейчас рано, раннее утро. Оно повернет сюда и будет пчел весь день светить. Да, достаточно быстро мы выставились. Я думал, будет дольше. Да. Вот еще такая новость. Мы здесь в этом году первый раз принимали участие в региональном конкурсе меда. Вот. С нашим супер разнотравием. Вот. В номинации темный полифлерный мед, ну, темный разнотрави, заняли третье место по региону. Так что прям... Было классно, потому что судьи были... Я думал, честно, что там будут просто люди, людям будут образцы давать. Были приглашены медовые сомеле, которые уже со своим большим опытом, как бы, дегустировали, оценивали по определенным критериям сорта медов, которые им были представлены. Ну, как бы, нам повезло, нам дали третье место. Нам не повезло, это, Димас, мед у нас классный. А, ну, или так. Ну, в общем, заняли третье место, что, конечно, приятно. Как бы, мотивирует на дальнейшую работу, скажем, улучшать качество. Ну, не то чтобы качество, а искать более... Больше сортов, наверное, более разнообразные сорта, чтобы получались меда. Ну, как бы, интересно. Ну, да. Как бы, и людям нравится, и самим приятно, что оценивают работу, как бы, ну, по достоинству, я считаю. Как бы, и отзывы знакомых, и в целом покупателей. Ну, приятно очень. Да, и хотим призвать всех пчеловодов не игнорировать такие мероприятия. Вот, оно у нас проводилось в первый раз в этом году. Да. Надеемся, что это станет доброй традицией, и в следующем году будет у нас не 20 участников, а 100 хотя бы. Вот. Будем специально, наверное, в этом году образцы меда оставлять, наверное, за весь сезон, да, Дима, чтобы побольше номинаций участвовать? Сохранять образцы в баночке, там, подписывать, что, откуда, если конкурсы еще проводиться будут, или, может, по России. Можно на Сибирске отправить, в принципе. Отправлять на конкурс. Ну, да. Довольно интересно. Друзья, еще раз хотели поздравить вас с началом нового пчеловодного сезона. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будем по возможности больше роликов укладывать. Да, да. Всем пока. Пока, пока. Пока.